доброго всем утром у нас за окном вот такая вот тоскливая тоскливая погода со вчерашнего дня где-то после обеда начался дождь и все шел и шел и шел и в общем у нас даже весь снег растаял поглядите муж вчера вечером выходил на улицу проверить машину так говорит там дужи по колено сегодня немножко утекло уж поменьше вроде бы дождик немножко притих затих надеюсь все это дело наконец-то успокоится ну а я опять хочу немножко похвалить своей красоткой вот она уже в полном своем цветение смотрите какая красавица вот так вот я вам ее покажу шикарная моя орхидея любуюсь и каждый божий день ну а мы с кирюшей не унываем сейчас занимаемся кое-какими домашними делами ну а в этом видео я хочу вам показать наконец-то как я пику вафли по рецепту который мне понравился в instagram творожные вафли очень нежные вкусные замечательные вафельки спасибо тому кто поделился таким рецептом и еще я в этом видео также вам покажу как я делаю снегурочку на конкурс в школу для ксюшки она у меня уже готова и ждет завтрашнего утра чтобы ее отнесли в школу завтра крайний день и ксюшка ее понесет решил ее заранее не относить дабы не было ни у кого соблазна слезно слизать нашу идею скажу сразу это кукла мотанка снегурочка кукла мотанка но она стилизованная то есть сама основу у нее действительно мотанка а потом уже все остальное я на нее нашивал наклеивала чего раньше конечно в принципе не делали раньше все это наматывался и все эти украшения также тряпочки красивые рвались наматывались завязывались а у меня все это конечно крепко-напрепко пришита и приклеена чтобы в процессе переноса кукол туда-сюда пока ее будут вертеть смотреть разглядывать чтобы ничего там не оторвалось не повредилась куколка осталось чтобы меня целый ну вот надеюсь вам будет интересно посмотреть приглашаю вас к просмотру моего нового видео девчат стала делать вафли и совсем забыла что обещала показать вам как я делаю творожные вафли у меня здесь где-то 700 грамм творога я его немножко блендером по блендерила с сахаром чтобы он стал менее крупенчатый я не очень люблю крупинки в твороге здесь 6 яиц и где-то ну грамм 80 сахара тоже все это вбила взбила в белую пену сейчас растопленное сливочное масло такое здесь где-то грамм 60 не горячие вылью в белки вмешаю все это аккуратненько потом творог туда и где-то грамм если я не ошибаюсь ну на эту порцию грамм около 100 муки чтобы получилось такое тесто для оладий достаточно жидкая да 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 у меня помощник здесь рядом я извиняюсь но чтоб текло тесто такое да для ладушка и буду заливать их формочки из фикс прайса который я купила для вафель и ставить в духовку я две формы располагаю на одном листе минуту снова заливаю туда тесто пустой вот этого и ставлю в духовку на 185 190 градусов до того цвета который мне нравится то есть достаточно румяной средней румяности они пекутся быстро минут ну не знаю по 15 20 потому что там же тоненькие эти в вафельницы силиконовые вот и получается вафельки очень даже вкусные кстати забыл опять добавить щепоточку соли сейчас еще щепотку соли добавлю в общем совершенно несложный рецепт но очень вкусные нежные вафли потому что они не забиты мукой сынок чашку мне давай сюда они не забиты мукой они более творожные чем мучные и еще даю совет яйца лучше достать заранее из холодильника чтобы они были комнатной температуры как собственно и другие ингредиенты и творог тоже лучше все должно быть комнатной температуры я достать заранее забыла надеюсь вафли у меня будут пышные девчат еще в тесто добавила немного разрыхлителя но где-то чайную ложку в принципе на разрыхлителе все пишут на какой объем сколько чего добавляется сейчас форму смазываю растительным маслом хоть они силиконовые может быть и не надо бы их смазывать но что-то не знаю мне кажется что нужно смазать и буду выкладывать тесто тесто на вкус получается такое нежное творожное мука там практически не чувствуется а я имя помощник все помогает со всех сторон помощники хочет воды поставь пожалуйста не наполняя полностью она все равно распределился само и наполнится форма наверно должны немножко подойти я думаю все таки здесь яйца с сахаром взбитые прошлый раз они получились замечательные даже не подсели в этот раз я забыла заранее вынуть яйца поэтому боюсь что могут пасть подсесть так вот они выглядят духовке поднимается вот так вот второй вторая партия скорее всего будет пышнее ну вот она первая партия с пылу жару горяченькие еще даже не пробовали такие тоненькие получились но скорее всего это я накосячила с того что не достала заранее ингредиенты из холодильника прошлый раз они были у меня попышнее но все равно однозначно очень вкусные потому что тесто я пробовала она нежная творожная не сильно сладкая самое главное не забить тесто мукой не забить его сахаром вот сейчас немножко остынут у меня в духовке следующая партия а мы скоро сядем пить чай приятного аппетита кто готовил вместе со мной ну вот она моя красавица уже на таком этапе начало вы видели в одном из видео это смотанная в рулончик ткань перетянутой ниточками в середину я сделан палочку от суши и вклеил основание этой палочки в круг который у меня остался от шариков купленных в экспрессе далее я взяла квадрат белой ткани наполнила его синтепоном свернула вот так вот шарик и прикрепила его к основанию туловища из оставшихся кончиков сделала ручки ну а дальше вы уже можете сами догадаться что я стала на эту заготовку придумывать наряд а сначала из гипюра сделала вот такую вот юбочку змеете и пришила для того чтобы она крепко держалась на куколке сверху гипюровая лента тоже обмотала как шалью верх туловища сделала рукава из того же гипюра разумеется сделала вот такую вот от а ручку да на рукавах и на юбочке скажем аля мех и сейчас делаю ту же ручку как видите время уже позднее все мои уже легли спать но я занимаюсь своей снегурочкой ту же ручку тоже обделала якобы мехом сейчас я ее подпоясаю чтобы было удобнее и из остаточков искусственного меха я сделала вот такой вот и воротничок ничего не мудрила разрезала прямоугольник пополам наложила друг на друга вот такие вот кусочки с разных сторон и закрепила ниточкой вот такая вот снегурочка у меня получается все это дальше я буду отделывать различными украшениями но это вы увидите уже в итоге этого видео теперь меня немного беспокоит та ткань которая выглядывает из-под шубейки на вот такая вот простенькая тканюшка внутри и мне ее нужно как-то чем-то прикрыть обыграть нашла я также в остаточках ткани вот такую вот симпатичную ткань даже не знаю от чего она но вот и это мы сюда и прикрепим оп и юбочка готова ничего сложного просто подняла шубейку и привязала скажем так этот кусочек ткани под шубку все теперь она уже выглядит более богато более нарядно и нужно что-то придумать с волосами ну вот и волосы мои готовы сделано не очень просто из атласные ленты хотел я сделать их серебристыми но потом почему-то вот я не знаю взяла и сделала вот такого вот русского цвета ленточку распустила с двух сторон и заплела косы вот такая вот красотка у меня получается эта куколка в стиле куколки мотанки поэтому у нее нет нарисованного лица скажем так это стилизованная кукла просто уже в современном современной скажем так обработки но все-таки хочу вот как бы показать тем что у нее нет лица что это именно куколка мотанка по идее все на нее должно было просто наматываться завязываться но вот для прочности ведь я все это конечно же скрепила иголкой с ниткой вот такой вот замечательную брошку я приделала наворотничок брошка связана мной лично когда-то я вязала ее для другой куклы вот теперь она мне пригодилась здесь и корона или кокошник да тоже у меня просто завалялся от чего-то уже остался даже не помню вот сюда я его приспособила куколка сделана вот из того что было вы знаете в остатках ничего для нее специально не куплено это все все то что у меня вот остается интересненького от чего-то вот лежит у меня в закромах моем рукодельном сундучке все я оттуда достала вплоть до той ленточки который под поясом тулупчик ровно вот столько сантиметров сколько осталось она вот здесь вот на кукле и поселилась ну и вот она моя снегурочка уже готова я ее украсила бусинками тулупчик ей украсила и а нижнюю шубку юбочку тоже украсила такой вот ленты из серебряных снежинок на ушах у нее конечно же серьги вот такая вот красотка у меня получилось ну не судите строго как говорится я ее слепила из того что было но по-моему очень даже классная идея для куклы мотанки снегурочки на школьный конкурс высотой она кстати 40 сантиметров представляете и стоит вот так вот устойчиво хорошо никуда не она не денется но если ее конечно носилком не согнуть так она очень очень прочно закреплена с помощью клеевого пистолета на свое основание ну вот друзья я надеюсь вам понравилась моя кукла снегурочка буду рада вашим отзывам оставляйте ваши комментарии лайки и заходите к нам в гости почаще дни новогодние к нам приближаются дни новогодние к нам приближаются сказка волшебная вновь просыпается смешные звезды вокруг гора водятся ты загадай пусть желание исполнится Новый год добрый сияющий нам улыбается дед ма роз елка пушистая всем очень нравится